Ну пока, наверное, не рухнет. Палатку брать, идти на улицу. Хорошо, у меня палатка есть. Юмор помогает выжить. Когда почти все владельцы квартиры аварийного дома съехали, Петр в судах доказывал, что живет он здесь на законных основаниях. Правда, условия пригодными для жизни не назовешь. И если в комнате дыры в полу заделывал сам и обои переклеивал не единожды, это его личная территория, то каждый поход в общедомовую уборную может обернуться трагедией. Пройдите, вот тут стойку ставить, или когда садишься, кастрюлю с собой надо вывозить. Теперь на руках у Петра договор соц. найма и решение суда от 20 октября 2021 года, где прописано, мэрия в течение двух месяцев должна предоставить Селькину другое жилье. Прошло почти полгода. Комитетом ЖКХ Барнаула в 2021 году дважды размещались конкурсные процедуры на приобретение жилого помещения для переселения жителя из аварийного дома. Электронные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок ввиду конструктивных особенностей помещения, так как жилое помещение нанимателя небольшой площади 17,9 квадратных метров. И добавили, в феврале рабочая группа приняла решение увеличить минимальную площадь квартиры. С учетом этого очередную процедуру на приобретение помещения планируют в апреле, сообщили в комитете ЖКХ. А еще указали тот факт, что Селькин может снимать другое жилье и получать на него ежемесячные выплаты. Для того, чтобы получать эту компенсацию, нужно заключить с тем лицом, который сдает квартиру, договор. Многие люди сдают квартиры неофициально, не платят налоги, соответственно, им это не нужно. И договор они заключать, естественно, не будут. Есть второй вариант – помещение маневренного фонда, но они находятся в очень плохом состоянии. Юрист надеется, что Петру не придется жить в аварийном доме до следующего отопительного сезона. Ведь обслуживать дом, по сути, некому. Если в ближайшее время жилье не предоставят, жаловаться планируют в прокуратуру и другие контролирующие органы. А пока не упасть духом, пенсионеру, который здесь остался практически в одиночестве, помогает лишь чувство юмора. Живи да и радуйся, такой дом, да? Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.